Они уже стали чемпионами Московской области в прошлом сезоне, а в этом году, поднявшись на ступень выше, дебютировали в Лиге Б регионального чемпионата по футболу. В составе команды выпускники Щелковской спортивной школы, люди, для которых футбол по-настоящему любимая игра. Они готовы постоять за честь родного Щелкова в борьбе на региональном турнире. Всего же в нем принимает участие 12 команд. Так, на стадионе имени Озерова спорткомплекса Подмосковья футбольный клуб Щелкова встретился с командой из города Клин. В первом тайме игра шла на равных. Щелковским спортсменам удалось создать несколько опасных моментов, что явно заставило Клин бросить все силы на защиту ворот. Увы, пробить оборону гостей не удалось и уже казалось, на перерыв команды отправиться так и не открыв счет. Однако, как оно часто и бывает в игре, неожиданно первый гол был отправлен в ворота на 39-й минуте. К сожалению, ворота Щелкова. Голкипер не удержал мяч с углового. Итак, первый тайм завершен и на табло счет 0-1 в пользу гостей. Однако, футбол игра непредсказуемая и у Щелковской команды есть все шансы отыграться после перерыва. Стоит отметить, ранее в футбольном клубе произошли кадровые перемены. Несколько игроков основного состава перешли в команду соседнего муниципалитета, выступающую в Лиге А. Однако, настрой Щелковских футболистов остается боевым. Так и во втором тайме игры с Клином наша команда готовилась взять реванш. Всегда рад приезжать, играть за город, за команду. Я думаю, в втором тайме добавим, должны сравнять как минимум. Щелковцы старались выложиться на максимум. Принялись атаковать уже с первых минут, но соперник тоже не отступал. И попытки прорвать оборону Клина, к сожалению, не увенчались успехом. Контролировать мяч Щелковцам удавалось долго, но в конце второго тайма гости не упустили момент ослабления защиты хозяев и удачно атаковали ворота Щелкова. Времени отыграться и даже сравнять счет теперь у нашей команды не оставалось. Но нужно отметить, бились спортсмены до конца. Относительно равная игра, но соперник оказался в реализации более сильнее нас получается. Какие задачи теперь ставит команда для себя в дальнейшем участии? Да, по большому счету мы задачи не меняли. Мы с первых матчей в сезоне, наша задача была почувствовать вообще вот этот уровень игры, потому что мы дебютанты, мы играем первый год на таком уровне. Дать практику молодым нашим футболистам игровую, потому что для них, для выпускников юношеской спортивной школы наша это действительно высокий уровень. И освоиться, посмотреть. И, конечно, каждой команде необходима поддержка зрителей на трибунах. У любителей футбола есть возможность поболеть за наших. Следующий матч состоится уже в субботу с командой из Лобни. Анна Бальет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...